Сегодня последним докладом в этом году на нашем семинаре от нашего центра мы выставили доклад. Хотелось бы в преддверии Нового года посмотреть, куда же идет развитие, что у нас с вами на горизонте. Собственно, вот этому и будет посвящен доклад. Я очень благодарен предшествующему коллеге, который, с моей точки зрения, очень хорошо подготовил. И мне остается только, на самом деле, акцентировать некоторые моменты, которые, как мне кажется, недостаточно четко прозвучали. Прежде всего, давайте посмотрим, что у нас есть в области информационных технологий. Мы с вами совершенно четко должны отметить это увеличение мобильности в разы. Мы должны с вами отметить очень большой рост использования именно технологии виртуализации и степень виртуализации физического оборудования. Мы должны с вами совершенно четко, при этом, как видите, резкое увеличение и доходов от этих технологий. А также я хочу обратить ваше внимание, что темпы роста рынка как раз в области так называемых конвергентных систем, когда большая часть инфраструктуры достигается за счет технологии виртуализации, по оценке IDC будет расти существенно большими темпами, нежели чем темпы роста рынка физического оборудования. Если мы с вами посмотрим на то, что делается в области, я прошу прощения, телекоммуникационных технологий, то мы с вами здесь, я проглядел, во-первых, должны отметить, это то, о чем уже, как бы только лениво не говорит, это резкое увеличение объемов передаваемых данных, хотя, безусловно, и мы об этом еще поговорим, в нашей с вами сети, с точки зрения данных, которые хранятся в сети, которые транспортируются через сеть, очень большая избыточность, очень большая неконсистентность, тем не менее, нам приходится работать с очень большим количеством данных. Тем не менее, также необходимо учитывать и те эффекты, которые в настоящее время наступают в связи с использованием все новых и новых технологий в области мультимедиа. Ну, что я имею в виду? Я имею в виду 3D-видео, я имею в виду, например, видео, где у вас, например, есть 72 ракурса, по оценкам, которые я получил из нашей лаборатории машинной графики, нашего факультета на ВМК, при этом объем данных, скажем, фильм, который снят в такой технологии, и фильм, который снят в традиционной технологии, объем данных увеличивается с коэффициентом 200. Хочу обратить ваше внимание, что резко увеличивается количество центров обработки данных, как по количеству площадей, так и темпы роста, обратите внимание, даже в Российской Федерации, несмотря на то, что, безусловно, как отметил и предыдущий докладчик, уровень сервисов, которые предоставляют наши центры обработки данных отечественные, еще очень велика доля колокейшн, тем не менее, я думаю, что буквально в течение двух лет эта ситуация резко изменится. И по оценкам IDC, общее количество дейта-центров к 2017 году вырастет до более чем 8 миллионов дейта-центров worldwide. На сегодняшний день, обращаю ваше внимание, это оценки аналитических агентств, то, что на сегодняшний день один пользователь генерирует трафика больше, чем вся глобальная паутина 30 лет назад, ну а по оценкам ЦИСКОС в 2014 году по сравнению с 1984 годом на 6 порядков изменился объем трафика, который прокачивается через сеть. Значит, если мы с вами посмотрим на то, что происходит с точки зрения бизнеса, то в этом смысле очень интересное, с моей точки зрения интервью, дал Фридман Форбсу, где он, как вы знаете, они сделали очень большую инвестицию в бразильский телеком. И по мнению этого человека, в области бизнеса нет сомнения, сомневаться в его чутье и в его, как бы так сказать, интуиции, с его точки зрения, если телеком не изменит свою точку зрения, свою позицию как держателя трубы, через который прокачивается большой объем трафика, то в относительно коротком будущем с экономической точки зрения у таких компаний будут очень большие проблемы. И здесь мы очень четко видим, например, это по поведению, например, того же самого Гугла. Гугл не берет деньги за поисковики, он не берет деньги за работу с информацией, которую он накапливает в сети, он берет деньги за сервисы, и прежде всего за сервисы, которые он предоставляет по доступу к данным о своих пользователях. Та же самая контекстная реклама. На самом деле, например, объединение информации, например, на сегодняшний день банки остро нуждаются в информации о благонадежности, так сказать, заемщиков. Объединение информации, скажем, которые есть у мобильных телекомоператоров с той информацией, которая есть в ритейле, это для тех же самых банков, это совершенно золотое дно с точки зрения бизнеса. То есть вот эта информация, которая накапливается у телекомоператоров с точки зрения уважаемого бизнесмена, на самом деле намного дороже, нежели чем баррель нефти или брусок золота. На самом деле, с его точки зрения, именно вот здесь и будут развиваться новые бизнесы. И вот здесь вы как раз видите, именно этим путем в относительно недалеком прошлом пошли два известных достаточно телекомоператора, это Verizon и NTNT, которые запустили соответствующие дочерние компании по предоставлению как раз сервиса по работе с данными, естественно, анонимизированными данными своих клиентов. Когда компании, нуждающиеся в подобного рода информации, имеют доступ к соответствующим данным, могут проводить статистическую, аналитическую обработку и так далее, и так далее, и так далее. И на самом деле, общий тренд, который есть на сегодняшний день, и это на самом деле понятно, это является одним из существенно сдерживающих факторов, экономических сдерживающих факторов развития телекомоператоров. Объем трафика растет, но клиенты не ожидают, что, на самом деле клиенты ожидают, что плата-то либо будет вообще отменяться, либо уж в во всяком случае она не будет расти. А при этом получается следующая картина, капексы и опексы на самом деле не понижаются, объем трафика, который приходится прокачивать, увеличивается, а это означает и капексы и опексы должны увеличиваться, а маржинальность, она сокращается. Отсюда следует просто-напросто, что нужно менять модель бизнеса. Именно вот об этом данный слайд. Ну и если посмотреть на эти две области, то по существу, то, о чем говорил предыдущий докладчик, это две разные области. СДН родилось в IT. СДН это цоды, СДН это облачная инфраструктура, СДН прежде всего виртуализация сетей, сетей, сетевого ресурса в центрах обработки данных. Это прежде всего IT. NFV это прежде всего телеком. И это мы видим потому, кто инициировал и как вообще развивается, кто является основными драйверами этих двух направлений. NFV это телеком, это ETSI, это стандартизация архитектуры, это выработка эталонной модели. То есть на самом деле весь тот путь, который классически мы с вами прошли, тот, кто знаком с моделью оси ISO. Open System Interconnection. С СДН мы с вами имеем совершенно четкий процесс стандартизации протоколов. И если мы с вами посмотрим как раз области использования, то мы с вами видим, что здесь это прежде всего телеком, здесь это прежде всего IT. И с нашей точки зрения, и мне кажется, что предшествующий доклад это очень хорошо показал, на самом деле мы имеем с вами конвергенцию этих двух технологий. На сегодняшний день все сходятся в том мнении, что на самом деле эти две технологии сходятся. И в равной степени, то есть если буквально еще два года назад немного кто из телекомоператоров рассматривали центры обработки данных как актуальную область для телекомоператора, на сегодняшний день все без исключения телекомоператоры, включая и российские телекомоператоры, я могу сказать, что в 2016 году практически подавляющее большинство российских телекомоператоров запускают пилоты по использованию этих двух технологий. То есть все без исключения рассматривают их как две взаимодополняющих друг друга технологии. Ну вот если теперь посмотреть на те комбинации, которые здесь у нас возможны, у нас на самом деле возможны вот три такие комбинации. Возможно реализация NFV на базе SDN, когда SDN на самом деле управляет размещением, взаимодействием, чейнингом виртуализированных функций. Возможно обратная картина, когда SDN по существу является виртуализированным сервисом в неком тенанте. Ну и есть третий вариант, сейчас я постараюсь это показать, все эти три варианта, когда эти две технологии, на самом деле взаимодополняя друг к другу, существуют в самых разных комбинациях. Ну вот если мы с вами посмотрим первые комбинации, когда у нас SDN используется именно как виртуализированный сервис. Яркий пример. У нас есть с вами тенант, но мы хотим, скажем, этот тенант достаточно представляет себя инфраструктуру, виртуализированную инфраструктуру крупного какого-то предприятия. Естественное желание CIO этого предприятия иметь контроль над политикой маршрутизации, над безопасностью трафика в таком вот виртуализированном сервисе. В этом случае мы вполне можем разместить контроллер с соответствующей системой приложения на один из VM-ов и он будет на самом деле драйвить виртуализированную сеть данного тенанта. Ну здесь в данном случае мы имеем в виду, конечно, наш отечественный контроллер, который разработан у нас в CPI, это RunOS Russian Network Operating System, поэтому везде, где я буду говорить, я буду говорить не о OpenD, я буду говорить не о Flood Light, не о Beacon, не о Nox, не о Pox, хотя немножко о них тоже поговорю, это будет очень интересно. Я думаю, для нашего коллега из Bracade это будет неожиданно. Значит, я буду говорить о RunOS. Может быть, другая ситуация, когда я не хочу убрать на себя все проблемы и всю головную боль, связанную с поддержкой работы контроллера. тогда я могу просто-напросто контроллер рассмотреть, как совершенно отдельно стоящий виртуализированный сервис, и я просто-напросто подключу свой тенант к этой функции. Я буду ее использовать. Я, как исходное данное, задам спецификацию своей политики маршрутизации, своего администрирования своей сети, а уже ее реализацией займется тот самый контроллер, который для меня является просто черным ящиком. На вход я подал, дальше я получаю только сервис. Вот это пример использования вот такого варианта. Совершенно другая картина, когда контроллер я использую для управления ресурсами. В данном случае имеется в виду облачная, на самом деле, инфраструктура. То есть мы имеем с вами ситуацию, когда контроллер находится в этой, прошу прощения, в этой, значит, в управлении этой платформы и на самом деле управляет физическими ресурсами соответствующей инфраструктуры. Но хочу отметить, что на самом деле, и это на сегодняшний день передний край, когда народ работает и исследует подходы, как объединить, и на самом деле это уже проблема для многих западных крупных компаний на сегодняшний день, и в Российской Федерации есть несколько таких организаций, для которых эта проблема встала во весь рост. Когда у нас есть сеть СОДов, причем с точки зрения, которые находятся под управлением разных облачных платформ. И это что, скажем, пользователю такой инфраструктуры нужно каждый раз иметь головную боль, головную боль для того, чтобы перетащить свои приложения с одной виртуальной машины, с одного гипервизора на другой гипервизор, или как в OpenStack, достаточно мне перейти с одного версии OpenStack на другой. Версию OpenStack мне нужно по существу проделать огромную работу для того, чтобы перетащить свое приложение. Это всем известно очень хорошо. И на самом деле на сегодняшний день не нужно думать, что это какая-то солид, единая среда, которая, так сказать, работает на одной единой физической инфраструктуре. На самом деле нужно мыслить себе это шире. Это может быть географически распределенная сеть центров обработки данных, поверх которой есть облачные платформы, поверх которой есть уровень оркестрации, который, собственно, и умеет заставлять выполнять нужные функции по управлению уже каждой локальной инфраструктуре в интересах тех задач, которые задает пользователь. Ну вот, собственно, на этой картинке это и показано, когда у меня внутри ЦОДа я могу использовать первый сценарий, я могу использовать второй сценарий, но это географически распределенная картина, это географически распределенная среда с единым уровнем оркестрации, которая, собственно, для энд-юзера, владельца теннента, ему все равно, где и как, если это облачная среда, предполагающая, что, вообще-то говоря, для нас роли не играет, где в этом облаке, на каких физических ресурсах решается, реализуется тот или иной сервис. И вот здесь я хочу напомнить, с этой картинкой мы, Центр прикладных исследований, выступаем с 2013 года, но как-то она не находила отклика у наших отечественных пользователей. Я хочу напомнить, те, кто следит за нашими выступлениями, ходит, так сказать, на наши семинары, смотрит наш сайт, ее видели много раз. Это структура традиционной сети оператора связи, где есть миддлбоксы, где есть эксцесс-левел, есть CPE, то, что называется, кастома-премайс, есть корсеть и так далее, и так далее. И уже в 2013 году мы рисовали эту картину, что на самом деле, вот как она должна быть. Должна быть сеть цодов, может быть, мини-цодов, на которых работают виртуализированные сервисы, но которые находятся под управлением некоторого единого оркестратора, который, собственно, и управляет вот этой вот единой средой. И на сегодняшний день мы, я имею в виду центр прикладных исследований, прежде всего, но не только мы, мы знаем еще несколько компаний в мире, кто вплотную подошел к решению этой самой проблемы. Ну, несколько юзкейсов, где я могу применить вот те подходы, о которых я только что говорил. Ну, прежде всего, это, ну, например, VPN. Для того, чтобы сейчас, для того, чтобы настроить, так сказать, развитую, географически, сильно географически распределенную инфраструктуру с VPN, мне нужно использовать MPLS, соответствующие технологии, нужно иметь очень квалифицированный персонал, нужно настроить соответствующим образом оборудование. На самом деле, с помощью SDN-контроллера я могу настроить соответствующим образом с графического рабочего места open-flow коммутаторы, не обязательно open-flow коммутаторы, это могут быть виртуальные коммутаторы, это могут быть аппаратные коммутаторы, в данном случае это не важно, которые нужным образом мне отмаршрутизируют мой трафик в моей сети. Хочу обратить внимание, как известная технология over the top, когда на самом деле операторы вот таких вот сервисов оттесняют на самом деле телеком-операторов от своих клиентов, поскольку они через соответствующие те же самые веб-сервисы запускают нужные им сервисы и используют ту инфраструктуру, которая обслуживает, поддерживает оператор, но оператор в данном случае работает как труба. На самом деле, вот здесь как раз и показан этот случай, на самом деле несложно себе представить, когда у меня в ЦОДе работает соответствующий облачный сервис, который подключен к соответствующим кастомер-премайс и организует, образует, генерирует соответствующий сервис. Ну, в предыдущем докладе кратко была затронута эта тема, на самом деле появление ЛТЕ 4G, где были сделаны очень существенные так сказать продвижения, в частности создание архитектуры МВНО, то есть Mobile Virtual Network Operator, когда мы можем с вами в сети эволюция EPC, например, в 4G привела к тому, что на сегодняшний день мы можем поддерживать там целый ряд очень важных сервисов, связанных с возможностью размещения ресурсов, кеширования информации, оптимизация распределения радиочастотного ресурса и много-много-много чего другого. Но самое главное, что мне теперь нет нужды иметь для этого специально выделенные аппаратные возможности. На самом деле есть базовая станция, как некая, так сказать, по существу, попросту говоря, антенна с небольшими дополнениями, которая имеет достаточно быстрый бэкхолл к облачной инфраструктуре, где, собственно, и реализуется вся логика, вся обработка соответствующих данных, реализация соответствующих сервисов. На самом деле, потихонечку, я думаю, что все придет к тому, что вот эти самые устройства, которые все мы носим у себя в кармане, относительно недалеком будущем, на самом деле, все, что они будут делать, это будет хороший графический интерфейс с очень хорошим сетевым интерфейсом, высокоскоростным. А вся обработка не нужно будет сюда запихивать больше ядер. Все это будет в облаке. Все это будет в каком-то цоде, к которому вы будете автоматически подключаться. Следующая очень интересная тема это транспортные сети. Это транспорт. Здесь очень большой прогресс. И прежде всего, это, конечно, Optical Transport Network, которые позволяют вам делать очень эффективную виртуализацию на уровне L2. И на сегодняшний день это уже основано. Вот здесь уже прозвучало Internet 2. Это проект, который был сделан фирмой Siena в интересах действительно очень крупного проекта, который финансировался Национальным научным фондом Соединенных Штатов. И на сегодняшний день это 100-гигабитная сеть, поверх которой работает очень интересный софт. Если кто-то наберет в Гугле или в Яндексе, Gini, G-E-N-I, то вы увидите на самом деле массу интересного. Это сеть, которая на сегодняшний день охватывает практически все ведущие университеты Соединенных Штатов. Аналогичные проекты есть уже в Европейском Союзе, в Бразилии. Китай ринулся тут. Достаточно сказать, что правительство Китайской Народной Республики выделило два гранта общей суммы около 400 миллионов на три года для своей Академии наук и для своих университетов для создания для аналогичной инициативы в Китайской Народной Республике. Очень интересное и очень эффективное оказалось применение техники ООТН для дефрагментации лямбд, то есть тех частот, которые используются на оптоволокне и по данным, которые были опубликованы компанией Сиена, применение вот этой техники оптимизации лямбд как раз на основе оптической коммутации в тех точках, где у вас оптический сигнал преобразуется в электрику и потом, так сказать, происходит обратное преобразование, удалось высвободить до 40% емкости сети, оптической сети. Естественно, при этом вы получаете очень комфортные и очень эффективные. Что такое на сегодняшний день оператору оптической сети соединить точки А и Б, например, в европейской части Российской Федерации? На это нужно минимум недели, пока пройдет заявка, пока произойдет настройка и коммутация соответствующих оборудований, пока найдется нужная лямбда и так далее, и так далее, и так далее. С помощью технологий СДН это можно делать с графического терминала, это может делать оператор. Тогда сам клиент на самом деле может установить запрос через соответствующий портал и через относительно небольшое время получить доступ к соответствующей линии связи. Я могу сказать, что когда нам потребовалось в интересах наших экспериментов получить доступ к 10-гигабитному каналу, у нас два таких прецедента были, один случай, один мы проводили эксперименты как раз с Женей, нам нужно было линию на Амстердам получить с Амстердама, в Чикаго и тогда уже вот в этот самый интернет-2, который здесь звучал, второй, для того, чтобы достать сюда в корпус соответствующий доступ. Должен вам сказать, это заняло многие недели, пока нашли оптоволокно, пока нашли, так сказать, его закоммутировали, так сказать, должным образом и так далее, и так далее, и так далее. на самом деле, в транспорте СДН на сегодняшний день никто не рассматривает как плоскую структуру, на самом деле, мы имеем с вами иерархию сетей, начиная от уровня L1, где мы имеем с вами оптические сети, до уровня L3, где мы с вами имеем IP-сеть, и на самом деле, когда мы выстраиваем маршрут, мы должны по-хорошему просматривать все эти три уровня и учитывать оптимизацию на каждом из этих уровней, и для этого вам необходимо иметь соответствующие приложения на вашем контроллере, то есть на самом деле, с точки зрения, вот с моей точки зрения, как-то я задам себе вопрос, ну хорошо, вот есть контроллер для ЦОДа, есть контроллер там для региональной сети, есть контроллер для локальной сети, в чем разница между ними? Вот с моей точки зрения ответ заключается в двух аспектах, прежде всего, это быстродействие, скорострельность, понятно, что для ЦОДа контроллер ваш должен быть очень скорострельный, поскольку, для того, чтобы не пропустить никакого события по приходу пакета, упаси бог, не проморгать эту ситуацию, подобно тому, как вы знаете, там в операционных системах есть момент, когда вы идете в закрытом прерывании, это самый опасный момент, он должен быть как можно короче, другой аспект, например, если вы уже работаете в региональной сети, то там это уже не так важно, там частота событий совершенно другая, но там зато очень важно проактивный режим работы, там частота смены правил не так велика, ну, а второй очень важный аспект, это, конечно, состав приложений, тех сервисов, которые должен поддерживать ваш контроллер, для ЦОДА это будет один состав, для региональной сети, для локальной сети, для интерпрайз сети, это будет совершенно другая история, и здесь на самом деле можно было бы, мы подумаем, может быть, в следующем году мы подготовим такой доклад, было бы очень интересно как раз посмотреть вот эти срезы SDN для Enterprise, SDN для Wide Area Network, SDN для ЦОДА, и посмотреть, где здесь сходства, где различия, ну, вот на этом слайде это по данным как раз Bell Labs и Lundstedt Alcatel, они провели исследование по европейским операторам, обращаю ваше внимание, значит, всего было опрошено 35 европейских операторов с общим количеством персонала 665 тысяч человек, ОПЕК и ОПЕКСом 150 миллиардов евро. Вот их данные, обращаю ваше внимание, это 2013 год, вот их оценки, влияние SDN и NFV на мобильных операторов и на операторов фиксированной связи. как видите, в среднем, это где-то 25-27% сокращения затрат на ОПЕКСы в их сетях. Вот это другая интересная картинка, это последняя картинка Гартнера по кривой научных исследований, так сказать, которые в настоящее время ведутся, и на что я хотел бы обратить ваше внимание, здесь достаточно мелко, но я хотел бы обратить ваше внимание только на одну вещь, то, что если вы посмотрите, где находится Software Defined, Software Defined это только единственное, Software Defined Security. SDN это уже индустрии, вот здесь прозвучало через 5 лет, не через 5 лет, коллеги, SDN уже в промышленности, NFV уже в промышленности, да, есть споры, да, есть различные точки зрения, есть OpenFlow, есть сетевые процессоры, есть ASIC, есть OpenFlow, DPA, есть POV, протокол Oblivious Forwarding изобретения Huawei, есть разные идеи, не все здесь до конца еще устоялось, но тем не менее промышленность уже этим занимается вплотную, поэтому, как видите, у Гартнера здесь этого нет. Так что же у нас в секьюрити? А вот здесь очень интересно. Значит, был проведен следующий эксперимент. Были взяты 4 широко распространенных контроллера. Был взят OpenDayLight, был взят Floodlight, был взят Beacon, один из самых быстрых контроллеров, но в 6 раз медленнее, чем наш, и был взят NOX, APOX, прошу прощения. На них были запущены по 3 одинаковых приложения. Одно предложение просто-напросто в цикле запускало Alloc, делало Memory Leaking, утечку памяти. Второе приложение, поскольку все сидят в UserSpace, то оно пыталось достать, получить доступ к структурам данных, с которыми работал контроллер. Третье приложение, сейчас врать не буду, не помню, что делало, а четвертое делало очень простую вещь. Это такое приложение Provocator. Оно на самом деле спонтанно делало шатдаун из системы. Вот все четыре контроллера рухнули. Это на самом деле очень неприятный факт, который говорит о том, что если в контроллере не уделяется внимания изоляции приложения друг от друга, чтобы каждое приложение работало в своем то, что называется сэндбоксе, будут проблемы. На самом деле проблемы с аутентификацией, авторизацией и аккаунтингом, то, что называется ААА, в SDN до конца еще не решены. И здесь еще предстоит много на самом деле чего сделать. Ну, у нас в центре, ну, здесь просто дальше каждый в отдельности случай рассматривается. Поскольку это все будет на сайте у нас вывешено, то я на этом останавливаться не буду. На самом деле вот здесь выписаны основные угрозы безопасности, которые были выявлены при анализе стека протоколов, стека протокола программно-конфигурируемых сетей. И на самом деле компрометация, например, коммутатора, open flow коммутатора, это огромная беда. То есть с одной стороны, давайте с вами посмотрим, например, такая инфраструктура, как вокзал, аэропорт, огромный бизнес-центр. Понятно, что с точки зрения традиционной инфраструктуры я не могу выставить в общедоступных местах какой-то роутер. компрометация роутера приведет к компрометации всей сети. С этой точки зрения SDN очень хорошо. Я могу поставить очень маленькое, компактное, простенькое open flow коммутатор, а на самом деле весь интеллект спрятать в комнате помещения, которое находится под жестким административным контролем. Но, тем не менее, эксперименты показывают, что компрометация open flow коммутатора, в частности, если ваш open flow коммутатор подменит и там появится скрытый канал, который будет осуществлять на самом деле утечку из контрол-плейн в дейта-плейн, то в этом случае у вас будут очень серьезные проблемы в вашей сети. Очень интересная тема и, собственно, к этому мы движемся, это конвергентные сети. Мы знаем с вами мультисервисные сети, где основная фокус внимания это как раз на единой транспортной среде с очень гибким механизмами управления качеством сервиса. В конвергентных сетях, которые активно развиваются как раз на базе тех двух технологий, о которых мы сейчас с вами разговариваем, речь уже идет не столько о максимально об оптимизации пропускной способности качества сервиса это все сохраняется. Но самое главное это умение динамически менять сервисы в этой сети. И в этом смысле, конечно, очень хорошим примером является Skype. С какой бы платформы вы туда не заходили, вам доступны все сервисы. И неважно в какой инфраструктуре вы при этом находитесь. Вот это яркий, хороший пример вот такой конвергентной сети. Ну и, естественно, возникает вопрос а это что? Вот сейчас мы дружно общими усилиями построим значит OpenFlow коммутаторы, контроллеры, напишем приложение для наших контроллеров, реализуем виртуальные сервисы и на этом как бы развитие прекратится. На самом деле нет, поскольку с нашей точки зрения есть очень интересная область, которая на самом деле не броско пока без особого шума развивается, но на самом деле я считаю, что это очень большая перспектива, это так называемый Informational Centric Network, где единицей адресации будет не устройство. На сегодняшний день, я думаю, никто не будет спорить, что сеть рассматривается именно как взаимодействие двух разных устройств. каждое устройство имеет уникальный адрес. Информацию мы с большим трудом черпаем через поисковики. В этом классе сетей объектом адресации будет данные, информация. Эти сети еще называют Named Data Network. Одна из основных парадигм, если вы кто-то наберет в поисковике NDN или ICN, вы на самом деле получите очень большое количество ссылок. Одним из генераторов и двигателей этой концепции является Ван Якобсен. Ван Якобсен наверняка это имя ветеранам интернета говорит очень много. Кто знает, кто Ван Якобсен? Ван Якобсен это автор TCP. Ван Якобсен спас интернет в 1986 году введя механизм congestion control. То есть вот этот механизм медленного старта это было предложено именно им. Вот он сейчас со своими коллегами и достаточно это комьюнити достаточно велика уже появляются конференции они двигают вот эту концепцию сетей. И конечно SDN чрезвычайно удобно для этого. поскольку у нас есть центр логической я подчеркиваю логической централизации это контроллер который видит где и какие данные когда были размещены. Поэтому если идет запрос к каким-то данным я всегда могу определить где они поскольку запрос на их размещение всегда через меня проходил. ну и основная парадигма работы таких сетей представляется именно как в форме запрос и подписка то есть я могу выставить какую-то информацию объявить как паблик я могу подписаться на интересующую меня информацию которая объявлена как паблик и получить соответствующий доступ. При этом например я могу вот с помощью такого подхода я например очень эффективно могу бороться с таким явлением как неконсистентность информации это кстати сбыточность информации когда очень много дублирующей информации. Единственное что я не успел сказать но я считаю это чрезвычайно важно. Вы все наверняка знаете что сейчас уже на уровне министерства иностранных дел идет очень серьезная борьба за управлением интернетом. То есть на сегодняшний день интернет как некая техническая система она на самом деле не находится под управлением международного комьюнити. И то о чем сейчас говорят в очень многих странах говорят о том что нужно создавать сети именно как федерации сетей. когда у нас есть некая совокупность сетей каждая сеть должна иметь возможность объявлять что-то общедоступными какие-то правила использования ее ресурсов и вот здесь ключевой вопрос является как раз организация IXP Internet Exchange Point и вот недавно прошедшая конференция MSK IX как раз лишний раз это показала то есть с одной стороны BGP устарел в нем очень много что требует улучшения а самое главное IXP это по существу что такое это большой сложный коммутатор уровня L2 который управляется на сегодняшний день практически вручную и было бы замечательно управлять им как SDN сетью когда каждая автономная система имея соответствующее приложение изолированное друг от друга могла бы этот коммутатор настраивать в соответствии с тем как она хотела бы чтобы через нее проходили потоки в зависимости от тех приложений которые инициируют эти потоки в зависимости от тех адресов в какие автономные системы она идет и так далее и так далее и так далее самое главное на что бы я хотел обратить ваше внимание это еще то что вот те технологии о которых мы с вами сегодня говорили позволяют нам делать вот это на самом деле это было эти две цитаты Джека Уэлша и Билла Гейтса это цитаты конца 90-х годов что что то насколько быстро вы можете достигать адаптироваться достигать своей цели лучше всего характеризует вашу компанию то есть речь идет о том что насколько быстро ваша компания может адаптировать себя а соответственно свою инфраструктуру свои бизнес процессы под требования рынка и SDM NFV прекрасно позволяют это делать вот собственно на этом я хочу закончить готов ответить на ваши вопросы я и так перебрал уже время спасибо за внимание вопросы пожалуйста да сейчас вы имеете ввиду что то есть с вашей точки зрения проблемы нет когда у меня например есть сот под управлением OpenStack сот по управлением NFV и я хочу сказать какой продукт какой продукт какой продукт так Виталик можешь помочь вот Виталий Антоненко у нас как раз ведет это направление я тут вопрос заключался в следующем что коллега утверждает что на самом деле это проблема управления неоднородной средой облачной средой на самом деле решена и есть продукт движется в этом направлении сейчас нет движутся многие у них есть как раз продукты системы которые могут управлять на OpenStack и на или ну понимаете вот здесь я задал бы вам вопрос насколько вы хорошо с этим знакомы я объясню почему вот сзади вас сидит Николай Ильин который весной этого года Ростелеком продемонстрировал как можно было выделено два цода в Ростелекоме один под OpenStack другой был под VMware и мы из единой среды из единого оркестратора управляли обоими этими площадками но мы не можем сказать что мы умеем решать эту проблему да вот для этого конкретного случая мы это показали но это еще не означает что мы можем взять на себя ответственности сказать что это решение там много еще чего надо сделать вот поэтому что вы имеете ввиду мне кажется что в своем решении которые управляются на несколько интервизоров то все платформы они используют иммунитив философия относительно того что сейчас там говорится допустим стандарте герси вот когда говорится об инфи-платформе они пытаются на пальцах отрицать что должен быть некоторые единые уровень оркестрации они говорят что тот оркестратор который у нас есть в системе который был до того как решили что здесь станет гетерогенным или область облака станет гетерогенным что наш оркестратор он справится с тем с тем чтобы допустим берем в центре говорим что давайте допишем для него несколько драйверов секс там драйвер для работы со скороджем и так далее вот такие оркестраторы которые есть в в центре он станет управлять допустим оппенсек в сущности и будет поднимать виртуальную машину но тем самым объединяет эту платформу но тут нарушается сам принцип что все платформы которые работают на уровне инфраструктуры они должны работать независимо от регистрации он должен быть по единому интерфейсу общаться с каждым и не так поэтому когда одна которая дает облачную платформу и перетягивает все ее на себя и что ее облачная платформа будет просто управлять другими облачными платформами это не совсем то чистое решение МФИ которое предполагается надо петь еще вопросы пожалуйста по поводу ОТН и ОТН и ОТН они как-то совместимы нет я сказал о том что на самом деле в настоящее время ведется как раз работа по созданию решений управления оптическими коммутаторами на ОТН с помощью SDN сетей как раз с помощью SDN технологии да естественно совершенно хорошо и последний вопрос по поводу того где будет на наш взгляд МФИ с SDN более более большая мощная доля на краю сети в ограничении и в ограничениях того уровня или в первый уровень в трассе в трассе в трассе и МФИ с SDN по сону и в трассе Вы знаете я не аналитик не маркетолог мне достаточно трудно делать такие прогнозы судя потому что я читал с моей точки зрения наиболее активно будет коммерциализироваться именно как раз уровень операторов второго уровня где будут создаваться операторы виртуальных сетей а количество операторов которые будут эксплуатировать физическую инфраструктуру их останется очень немного еще вопросы пожалуйста да два вопроса один по маркетизации один по контролю по маркетизации такой вопрос можно ли в SDN сети использовать несколько алгоритмов маркетизации которые обслуживают свои потоки данные разнородные вот такой чисто интересный у нас один алгоритм он обрабатывает такие потоки мы там если используем много алгоритмов путевых начинают думать по разному что все это дело в рамках эти мы можем разрабатывать свои алгоритмы считаться можно мы допустим контролировать такие правила что он запускать два алгоритма или три ну на самом деле я сейчас отвечу как я это вижу а потом попрошу прокомментировать Сашу Шалимова кто ведет у нас как раз руководит проектом РОНОС я не вижу и насколько мне известно как раз применяются и есть решения которые позволяют вам строить маршруты как раз по многокритериальной оптимизации когда у вас одновременно маршрут генерируется несколько маршрутов каждый из которых оптимален по определенному критерию я не вижу никакой проблемы если ваше приложение является application aware то что называется применять одну совокупность алгоритм маршрутизации для других видов приложения другой ну например известная вещь о том что например TCP потоки и не TCP потоки плохо уживаются в сети поскольку применить один и тот же механизм управления к ВОЗом управления очередями трудно найти чтобы он равно хорошо служил и в первом во втором случае тогда если вы будете если у вас есть сеть в которой есть скажем маршруты где стоят соответствующие средства заточенные оптимизированные например на не TCP трафик мультимедиа трафик то вы будете его запускать по этим маршрутам а весь TCP трафик вы будете запускать по сети один алгоритм так и работает в сети будет один просто маршруты мы находим в зависимости сначала по одним критериям а другие по другим критериям а алгоритм получается у нас один на самом деле я не думаю что он опять же будет один почему потому что давайте с вами посмотрим на TCP да на сегодняшний день я знаю больше 30 версий TCP чем они отличаются они отличаются составом вашей физической среды то есть если у вас там скажем превалирует wireless радиосоединение это будет один случай если у вас превалирует скажем оптика это будет другое если у вас какая-то смесь это будет третье и это хорошо известно потому что тот же самый механизм управления перегрузками например в случае wireless соединений и в случае кабельных соединений должен работать совершенно по-разному Саш ты хочешь что-то добавить нет все третье соответственно как вы с точки зрения контроллера все что вы реализуете как хотите будет работать только как вы создаете мы сейчас больше именно когда добавим свои алгоритмы мушетизации мы больше нацелены на зависимость на время от всех у нас кратчайший маршрут таких количеств и количеств людей например у нас не раз к разнице например связан с канавой соответственно там совершенно другие алгоритмы у вас платформы для того чтобы гораздо выгоднее поместить в какой-то точке и субъект на данном субъект можно было чем прочее чем у нас субъект да вот основные место контроллер то есть у него низко отказов стойчика если он отказал ничего не работает 2-3 контроллера ставить да а согласованность их работы для этого применяется соответствующие алгоритмы если вы зайдете на наш сайт вот сейчас как раз у нас заканчивается работа как раз над таким такой распределенный контрол плен где используются механизмы поддерживающие консистентность для этого существует ну я могу алгоритмов для этого существует достаточно большое количество я хочу хотя бы могу ну назвать работы Лесли Лэмпорта который получил тюринговскую премию как раз за свои работы теоретически в области распределенных систем дай бог памяти в 1900 в 2014 году вот одна из последних работ его на эту тему как раз это семейство алгоритмов Paxos если вы наберете Paxos P-A-X-O-E а S прошу прощения Paxos а вот такой термин суперкомпьютер суперконтроллер который управляет группой контроллером вот такой Суперконтроллер, который упадает вот этими всеми опытом контроллерами. Я могу только высказать некое предположение. По-моему, был проект такой Кенду. Саша, по-моему, Кенду он назывался, да? Когда у меня... Он называется иерархический контроллер. Да, иерархический контроллер как раз и был в Anthem Control Plane. Выделялся отдельный контроллер, который следил за консистентностью информации у всех остальных. Да, такой проект был. Спасибо. Да. Слава Леонидович, скажите, пожалуйста, а проводились ли в вашем центре какие-то исследования по интеграции вашего контроллера с оптическими свечами? С оптическими свечами... Вы имеете в виду OTN? Да. Нет, с OTN пока до практики дело не дошло. А тогда могли бы вы, может быть, поподробнее рассказать об источниках, которые вы использовали для подготовки этой презентации? Дело в том, что если вы внимательно посмотрите, она будет выложена. Везде источники есть. Внизу указаны все источники, коллеги. Мы, народ честный, ничего не тырим без спросу. Поэтому вы все найдете. Вот везде есть источники, откуда это все взято. Так что, если чего-то будет не хватать, напишите, адрес есть. Мы тут же дошлем. Тогда можно еще один вопрос? Больше, может быть, хотелось бы услышать ваши мысли. То есть, на мой взгляд, прокладывание сервисов на оптических сетях... То есть, вы считаете, что все, что я говорил, это не мои мысли? Нет, нет, нет. Я не верну на вопрос, который я сейчас хочу озвучить. Да. Прокладывание сервисов оптических сетей – это накладывает дополнительную специфику за счет канальной маршрутизации. То есть, получается, мы должны иметь в контроллере два модуля. Один, который бы отвечал за прокладку сервисов в пакетных сетях. Второй – за прокладку сервисов в оптических сетях. Далее, если рассмотреть слайд, который, как вы сказали, вы использовали во многих презентациях, где у нас есть оркестрационная система, которая управляет несколькими дата-центрами, управляет, скажем, оптическими каналами, энергиями дата-центрами. И у нас есть один контроллер, который отвечает за МТН-правильный сервис в такой системе. Как должны сосуществовать эти два модуля? Ну, давайте я отвечу вопрос, как я вижу сосуществование таких двух разных модулей. Во-первых, прежде всего, надо сделать оговорку, что когда мы говорим о оптической коммутации, то мы должны понимать, что это не означает, как в традиционных сетях коммутаторы работают на большинстве физических линий. Здесь вы должны понимать, что переход из оптики в электрику – это всегда задержка. Это всегда дорого. Поэтому, на самом деле, один из вопросов, где размещать, в каких точках вот эти вот коммутаторы, это отдельная тема, равно как и тоже этот вопрос никто не задал, но на самом деле он должен был бы родиться. А где вообще размещать контроллер в распределенной сети? Где самое подходящее место? А если у нас, упаси бог, контролплей на распределенное, как распределять свечи под управлением этой распределенной контролплей? Но это я не буду отвлекаться. Но дальше. У вас есть два приложения, которые работают с разным уровнем. Один работает на уровне L1 с OOTN, второй, например, работает, так сказать, на уровне L3. На самом деле, эти приложения будут работать с разными линиями. Одни линии будут у вас идти к оптическим свечам. И с этими линиями будут работать те приложения через соответствующий интерфейс вашего контроллера, которые будут связаны с оптическим коммутатором. А те приложения, которые у вас будут работать с L3 коммутацией, они будут идти к L3 коммутаторам. То есть здесь я как-то не вижу особой, как мне кажется, проблемы. Может, что-то я пропускаю. Да. Подскажите, пожалуйста, еще раз. Вы на примере компании Сиена показывали, что они достигают 40% экономии. Да. Проискните еще раз. За счет чего? Есть него сейчас объясню. Значит, дело в том, что при распределении... Значит, у вас на сегодняшний день в одном оптическом волокне помещается 80 лямб. И эти лямбды могут на самом деле разветвляться и идти совершенно в разные концы вашей сети. При, скажем, неосторожном распределении потоков по этим лямбам может оказаться так, что оптическая емкость лямбды, пропускная способность, будет существенно недозагружена. Но она будет заполнена лишь на незначительную свою часть. Тогда возникает очень большой соблазн провести дефрагментацию. на самом деле в какой-то части сети перебросить на эту лямбду то, что называется ODU, Optical Data Unit, с другой лямбды, довести до какой-то точки и там только разделить. А высвободишь свою лямбду, просто-напросто погасить и не использовать. В результате... Что-что? Вы знаете, я еще раз повторяю. К сожалению, вы меня поймали, в том смысле, что здесь нет ссылки. Но если вы наберете сиена в русскоязычном интернете... Ничего такого, скажем так сказать, необычного. Что вы видите здесь странного? Нет, я спросил, за счет чего? За счет того, что у вас есть средства, которые позволяют вам перебросить ODU с одной лямбды на другую. И такие средства есть. Я наверное понятно. А и ДМС? А СДН вам помогает там, где вы переходите из оптику в электрику. И вот на этом уровне вы как раз можете настраивать свой коммутатор. Ну то есть там что получается? У вас оптический кабель, у вас приходит к некоторой плате устройству, где происходит преобразование в электрический сигнал, анализ заголовка ODU. И дальше у вас стоит коммутатор обычный. Обычный коммутатор. И дальше ваши ODU могут распределяться по разным таким же платам. Это на самом деле шкаф. Который имеет оптические входы и выходы. И как раз за счет вот этой коммутации на электрическом уровне вы можете ODU, принятый с различных лямб, замыкать на одну лямбду. После чего из электрики вы уходите в оптику. И дальше ваши ODU пошли. А дело как вам настроить вот эту вот стойку-то. Каждый раз вручную перепрограммировать. То есть что на самом деле там работает? Это, если не ошибаюсь, дюна браткомовская. Там на самом деле стоит два процессора, которые вы должны запрограммировать. И в соответствии с вашей... Либо вы должны каждый раз ее перепрограммировать вручную, либо вы просто-напросто из SDN-контроллера загрузите программу, которая и автоматически ее смените. Слава, это аля нет конф? Это Слава Васин, как раз наш эксперт по коммутаторам. Ну что ж, коллеги, я поздравляю всех с Новым годом. Желаю в Новом году здоровья и, самое главное, интересных проектов. Ну и реализация в ваших организациях, внедрение в ваших организациях программно-конфигурированных сетей, хотя бы в качестве пилота. Спасибо за внимание. В феврале мы начнем наши семинары, поэтому следите за объявлениями, они будут сделаны. Я помню свой долг. Я помню свой долг. И я его реализую.